здравствуйте друзья я микро направил камеру на себя то что солнышко с той стороны чтобы не слепил вопрос у нас про благотворительность и дословно вы можете прочитать там под видео но суть в том что как вообще благотворительность в сша как как дела обстоят и сайты где найти благотворительной организации вот сайтами я не знаю то есть я надеюсь что кто-то из ребят у нас смотрит может быть подскажут сайтами но это очень большой бизнес благотворительность это большой бизнес в соединенных штатах я неоднократно натыкался на такую цитату что это третий по размеру бизнес сша по объемам я не знаю какие там первые два что это значит это значит что этих нон-профитов благотворительных организаций не при работающих не за прибыль от сказать за общественный интерес их безумно много и там работают куча народа и у них много денег как ни странно значит а почему там с деньгами у них такая ситуация потому что налоговое законодательство разрешает списывать с налогооблагаемого дохода списывать donations вот эти пожертвования в благотворительной организации не не в любые то есть благотворительная организация чтобы иметь вот этот статус куда можно деньги дать эта организация должна иметь определенные там ну как бы сертификацию на этот счет то есть не не в каждую можно вот так тут у меня парикмахерская просто а вот это ага нашел нашел парикмахерскую постричь надо и вот значит дальше получается такая катавасия что есть большие очень серьезные организации у них там прямо планы по благотворительности они знают что они должны там в этом году потратить там столько-то денег я не знаю там много и дальше в этом деле есть некий элемент схваченности что это значит это значит что представьте себе что я большой начальник компании там например ford motors corporation да и мы должны там допустим не знаю там 100 миллионов каждый год отдавать благотворительность а вы я не знаю жена моего любимого племянника и вы создаете какой-нибудь фонд там да а я вам допустим туда 10 миллионов каждый год сбрасываю это даже не значит что там какой-то откат обязательно должен быть нет совершенно не обязательно но просто как бы люди которые эти деньги распределяют они уже думают там куда их девать ну и в общем всегда находится куда деть деньги да но это как бы такая сторона значит есть такое понятие как фандрейзинг то есть как бы сбор пожертвований и есть люди которые специализируются на этом они хорошо умеют это делать значит соответственно за то что они собирают деньги они например вот получают некоторую долю от собранного это на самом деле такая коммерческая мужская функция некоторые это делают просто по общественному такому призванию и так далее есть всевозможные частные фонды которые как бы тоже являясь неприбыльными организациями непрофитными такими значит они тоже там жертвуют деньги в какие-то специальные фонды то есть там очень очень много денег и конечно в основном это не деньги пенсионеров которые 10 долларов в месяц отдают там очень очень много денег от корпораций и от государства тоже вот например когда мы с вами собираем клубнику там санта-круз на поле это поле является нон-профитной организацией называется homeless garden которая на треть самообеспечивается тем что они там производят и продают а на две трети она содержится на средства всевозможных других нон-профитов которые их финансируют и государство тоже которое им дает на это деньги поэтому как бы сказать иногда когда есть государственные деньги государственные фонды их скорее дадут там какой-то нон-профитной организации чем например та которая профитна и в частности там что происходит если я работаю в нон-профите я не могу там получать любые деньги я не могу получать там такие зарплаты как допустим или платить такие зарплаты как я плачу например в коммерческих организациях то есть они должны действительно не только прибыли не производить но они не должны платить больших зарплат каких-то таких чтобы не получалось что деньги которые списываются с налогов и которые как бы раздаются ну ну как бы даже идти на благотворительные нужды что эти деньги вот так как-то между делом как-то прихвачены распиханы по карманам каким-то людьми там и так далее это тоже все контролируется но я я никогда не жил так сказать плотно в в мире нон-профитов поэтому уже прямо так до нюансов всяких значит не расскажу но давайте я сейчас пойду постригусь а потом вернусь и мы продолжим вот друзья не успели мы с вами и глазом моргнуть как я уже постригся значит что тут сказать в продолжение значит мы в бытность свою так сказать начинающими иммигрантами были клиентами какого-то количества там нон-профитов ну в первую очередь это были такие организации которые занимаются новыми иммигрантами там было несколько еврейских организаций ну вот например была такая catholic charities где нам давали мир бесплатные проездные вот такая такой удобный был сервис это были невероятные деньги знаете это 60 долларов в месяц там по тем временам вот там стоил проездной тридцать тридцать два доллара вот нам давали на двоих вы что это будет так такая экономия в общем так давайте значит есть какие-то которые помогают работу найти ну так больше так консультативно есть такие которые там по семейным делам вообще если мы посмотрим на эти организации вот вы можете например там сделать поиск в гугле да и например поискать на jewish family and children services и вы посмотрите какой колоссальный спектр вообще услуг которые эти организации оказывают они в общем-то платные в основном ну для местных там для начинающих иммигрантов по беженской программе там субсидировалась государством им дотации давали давайте я камеру перевернула в другую сторону едем так чтобы не было солнышка вот и что сказать там народ очень мало зарабатывает соответственно обстановка тоже там такая я бы сказал убогая с точки зрения вот мебели там вообще вот чувствуется что бюджет у них там какой-то худосочный такой то есть я не видел своей жизни нон-профитов которые прилично бы выглядели с точки зрения помещения так такое дело значит я работал в нескольких нон-профитах первая моя пара работ там где я занимался преподавал тестировать преподавал тайпинг там какие-то другие вещи машины значит работал в корейском центре в сан-франциско работал в китайском центре в окленде тут на той стороне залива конечно там какие-то чудовищно низкие ставки люди которые там работают они знаете ну как бы сказать ну специфический народ это не не такие как вот в бизнесах работают там все по-другому такая полусонная немножко обстановка есть нон-профиты которые помогают например семьям там где мужья там бьют жен помогают иммигрантам и так далее но по всякому есть я не знаю почему автор вопроса спрашивал нет ли где списка этих организаций значит может быть хотелось найти какую-то контору которая нам поможет там мне ему и так далее ну значит я в этом смысле слабо ориентируюсь и могу сказать что при том что платят там немного сотрудникам обычно там очень хорошие бенефиты вот с точки зрения социальных всяких защит там обычно очень классно больше там обычно празднуются абсолютно все праздники всех народов конфессий мыслимые и немыслимые вот я не не уверен точно вот допустим в еврейских организациях празднуют ли они скажем там рамадан то есть выходной у них это день или нет но то что у них там все китайские праздники выходные и христианские выходные в про еврейский вообще не говорю но уже вот эти то есть там просто у них такой сплошной такой праздник жизни недавно я с женщиной познакомился она работает в нон-профите который создан российским я не знаю кто он предприниматель олигарх там как какой-то российский человек зарегистрировался с юных штатах нон-профит этот нон-профит занимается тем что он пристраивает детей из российской федерации на операции какие-то сложные я я не могу сказать какие операции честно я настолько далек от этого всего в общем на какие-то операции в лос-анджелесе есть госпиталь и у них там есть программа значит по бесплатному проведению этих операций и соответственно значит вот есть нон-профит который туда привозит детей то есть мало мало ведь того что операция бесплатная надо же содержать ребенка пока он здесь может быть ребенок тут не один с родителями и так далее так далее там может быть много всего знаете как бывает вот поэтому наверное там какие-то деньги еще туда вкладываются из россии но к чему я говорю что вот даже так бывает вот казалось бы иностранная как бы из-за границы но американская нон-профитная организация вот мы обычно ну-ка как он где у нас солнышко как-то его прячу сейчас значит мы обычно не очень разговариваем там анон профитных потому что ну а что они я я не вижу особых пересечений с тем что мы делаем здесь у нас на канале и у нас в школе но но в общем если где-то чего-то будет я могу отдельно под рассказать если бы я лучше понимал вопрос как бы мотивацию то есть почему это интересует человека я бы может быть лучше бы ответил ну а так вот можно сказать что мы поговорили счастливо